Производство электросварных труб и запорной арматуры, развитие металлургической промышленности обсудили на очередном инвестчасе в администрации Щелковского района. В данной сфере были представлены два проекта с общей суммой инвестиций порядка 130 миллионов рублей. Группа компании «Русстройград» обратилась с просьбой предоставить участок площадью порядка одного гектара в промзоне Соколовская для производства металлоизделий. «Аренда участка на территории Щелковского района для строительства производственного комплекса компания окажет положительный экономический и социальный эффект на регионах. Планируемое место размещения участка находится на неиспользуемой территории города Щелково рядом с промзоной Соколовская. Предлагаемое назначение строительство производственной площадки». Глава района отметил значимость инвестиций в экономику муниципалитета и Подмосковья, поручил обеспечить сопровождение проекта. «Даю указание земельную часть коформи и предоставлю в аренду». Компания «Квоарм» работает на территории района порядка 15 лет, выпускает запорную арматуру, которая широко используется в работе водных, тепловых, газовых коммуникаций, стабильно развивается. Однако для дальнейшего роста предприятию также необходима дополнительная площадь. «По дисковым затворам мы единственное предприятие в России, которое может сделать полный цикл обработки и изготовления от диаметра 50 до диаметра 800. Вошли в систему «Росатома», получили аккредитацию по второму и третьему классу безопасности. В общем-то, это уровень уже рядом с реакторами. То есть обычная арматура, привозимая с Китая или откуда-то еще, уже даже близко не стоит по уровню и по качеству с нашей арматурой». Предложенный проект также получит поддержку. Расширение производства, по прогнозам, позволит привлечь порядка 30 миллионов инвестиций, увеличить объем продукции на 25%. Однако на совещании отметили и другую задачу – привлечение молодых кадров, которых сейчас на заводе нет в принципе. Было предложено наладить взаимодействие с Щелковским колледжем. «Он способен создать группу и мы подложим в завод, чтобы проходить проведенное обучение и потом выпускать уже в качестве квалифицированной рабочей силы». Между тем, другой проект, рассмотренный на «Инвестчасе», также работает над образованием молодого поколения. Фрязинский центр молодежного и инновационного творчества «Ноосфера» предложил создать филиал в городе Щелково. «Робототехника программирования, подготовка кадров по 3D-моделированию объектов. Мы обращаемся за помощью к администрации либо как-то субсидировать нам арендную ставку, либо среди площадей города подобрать какое-то помещение». На совещании приняли решение рассмотреть несколько вариантов помещений для образовательного проекта, в том числе в бизнес-центре «Славия». Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.